Мы не отрицаем, что ты преступник, имеющий очень большие ресурсы, и ты можешь как бы лишить человека жизни, но мы тебя не боимся, вот в чем дело. Да, действительно, может быть, в один день тебе удастся меня убить, это не исключено, но запугать тебе не удастся, понимаешь, дело в том, что я тебя не боюсь, не боятся тебя и другие люди, занимающиеся сегодня вот этой борьбой информационной, люди тебя не боятся, Кадыров, тебе придется уже с этим смириться. Саламу алейкум, Тумсо, что скажешь насчет убийства Зелимхана Хангашвили, которое Германия признала виновным Россию и попреком Путина? С этого, наверное, и начнем. Отличная новость сегодня пришла, Германия теперь официально обвинила. Убийство Зелимхана Хангашвили, российскую именно власть. Да, конечно, это и так было все очевидно, понятно, что они за этим стояли, но в дипломатии очень важна вот эта вот официальность. Когда идет речь о том, что кого-то задержали и за ним может стоять государство, это один как бы момент, а когда уже они говорят, что да, за этим преступлением стоит иностранное государство, это уже совсем другое. Когда чуть ранее были высланы российские дипломаты из Германии, это было связано с тем, официально, по крайней мере, это было связано с тем, что Россия не сотрудничала в расследовании этого уголовного дела. То есть, Германия запрашивала некие сведения по поводу этого киллера, Россия их не предоставляла. Поэтому Германия как бы выслала двух дипломатов. Это официально, я еще раз повторяю. Понятно, что на самом-то деле дело не в том, что они... не только лишь в том, что они там не сотрудничали, и не столько даже в том. Но сейчас уже официально как бы за этим преступлением стоит Россия. Это признала, обвинила в этом Германия и Россию. И, соответственно, сейчас должны последовать какие-то новые санкции в отношении России. Будем наблюдать, смотреть за этим. Мы, конечно, очень приветствуем это решение немецкой прокуратуры. Теперь, что касается в целом как бы ситуации, я почему-то не совсем понимаю, с чем связано молчание французских властей. Почему убийство Имрана Алиева во французском городе Лиль вообще такая тишина. По этому поводу нет никакой информации. То есть, допустим, в моем деле о покушении на меня здесь любое какое-то новое обстоятельство в моем деле, оно освещается официально на сайте спецслужб Швеции. Несмотря на то, что мое дело ведет не обычная полиция, а ведут его спецслужбы шведские. Несмотря на то, что это более как бы уровень большей секретности, но тем не менее это освещается. И мы, например, с официального сайта немецкой службы национальной безопасности, немецкой говорю, шведской службы национальной безопасности, мы узнали о том, что в моем деле появился новый фигурант, и он заочно арестован. По Имрану Алиеву мы не узнаем ничего, хотя его дело ведет обычная полиция. И это очень странно, и, честно говоря, как-то настораживает. На фоне немецкой прокуратурой виновниками убийства России, на фоне этого произошло еще одно очень важное событие, это задержание предполагаемого киллера, готовившего убийство грузинского журналиста Георгия Габуния. Это тот самый человек, который год, по-моему, назад обматерил Владимира Путина в эфире грузинского телеканала Руставе-2. И вот сейчас в Грузии, в Тбельдиси, на днях, был арестован уроженец Ингушетии, фамилия Медов, Саванбек, по-моему, его зовут Медов. Он обвиняется в подготовке убийства этого журналиста. Также ему официально предъявлено обвинение в изготовлении фальшивых документов. Это, конечно, очень крутое событие, и здесь респект грузинским спецслужбам, которые арестовали его не после того, как он совершил уже преступление, а до этого. Это заслуживает уважения, это очень обрадовало. Рамзан Кадыров прокомментировал, когда были уже официально объявлены все версии этого преступления, когда уже сказали, что за этим делом стоит Рамзан Кадыров, он заказчик этого преступления. Рамзан Кадыров это прокомментировал, сказав, что что вы, дескать, на меня наговариваете? Если я захочу кого-то убрать в этом мире, я это сделаю, мол, поверьте мне. А если я захочу это сделать тихо, то вы об этом ничего не узнаете. И тем более, мол, такая оконченная страна, как ваша. Это он как бы типа в Узию под колоб. Но здесь я не могу согласиться с Кадыровым. И это не более, чем лезть самому себе, на самом деле. Кадыров просто льстит сам себе. Дело в том, что в этом мире совершено очень немало преступлений, убийств, покушений на убийство. И эти преступления так или иначе связывают с Рамзаном Кадыровым. И далеко не все они у них получились. То есть Рамзан Кадыров не может говорить, что если он захочет кого-то убрать, то они его 100% уберут. Нет, ну не можешь это говорить, чувак. Ты слишком много пытался кого убрать в этом мире, и у тебя не получалось. Хотя, в целом, конечно же, есть и те преступления, где у тебя это получалось, если не спорим. Но и проколов тоже немало. И у тебя, и в целом вообще у российских спецслужб. Достаточно вспомнить скрипалей. Достаточно также взять мой случай. Когда вы прислали киллера ко мне в спальню, но в итоге он оказался побитым и находится сейчас в руках шведских властей. Поэтому не всегда у вас это получается. И уж тем более у вас это не получается сделать тихо. Никогда не получалось. Даже если у вас получается выполнить этот заказ, да, это преступление, тихо это сделать у вас не получалось никогда. Иначе бы у нас не было так много преступлений, в которых обвиняют российские власти и в том числе лично Кадырова. Давайте вспомним убийство в Дубае. Давайте вспомним убийство в Москве. Политковская, Ямадаев. Это те убийства, которые так или иначе за ними стоит Кадыров или его люди. Это убийство Немцова. Это убийство Амирана Алиева. Это покушение на меня. То есть это если говорить только о Кадырове. Если говорить в целом о тех убийствах, за которыми стоят российские спецслужбы, то это вспомним Литвиненко, вспомним Зелимхана Яндербиева в Катаре. То есть тихо это сделать не получалось никогда. Вы очень много следов после себя оставляете. Очень большая шумиха бывает. Бывают международные скандалы. Поэтому эти высказывания Кадырова, это не более чем лезть самому себе. И таким образом он, конечно, как бы пытается еще и запугать нас. Говоря, что я, если захочу, я там кого угодно и прочее. Но эти твои угрозы уже давно не пугают, как бы, Кадыров. По крайней мере, тех людей, которые борются против тебя, против твоей пропаганды, против твоего беспредела. Этих людей это не пугает. Уже пуганные. Мы не отрицаем, что ты преступник, имеющий очень большие ресурсы. И ты можешь, как бы, лишить человека жизни. Но мы тебя не боимся. Вот в чем дело. Да, действительно, может быть, в один день тебе удастся меня убить. Это не исключено. Но запугать тебе не удастся. Понимаешь? Дело в том, что я тебя не боюсь. Не боятся тебя и другие люди, занимающиеся сегодня вот этой борьбой информационной. Люди тебя не боятся, Кадыров. Тебе придется уже с этим смириться. И подобного рода высказывания, угрозы, они не работают. Ну и, в общем, в целом, очень приятно, что Германия признала ответственность за Россию. И сейчас будем наблюдать, что будет дальше, какие будут санкции применены к России. Надеюсь, что они будут ощутимы. Хотелось бы, по крайней мере. Субтитры подогнал «Симон»